МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 ноября 2014 года производство хлора и каустика акционерного общества Саянский Пласт отметит 35-летие со дня пуска. Именно этот день является точкой отсчета выпуска товарной продукции производства, каковой является каустик. Юбилейный год ознаменовался еще одним событием. В эти дни на химпласте идет выпуск 4-х миллионной тонны каустической соды. Четвертый миллион от третьего, полученного в 2008 году, отделяет всего 6 лет. Всего, потому что на производство прежних юбилейных тонн заводу требовалось практически по 2 пятилетки на каждую. В этом ускорении темпов выработки ценной продукции основополагающую роль сыграл переход с ртутного метода производства хлора и каустика на мембранную технологию. Еще во времена проектирования и строительства завода расчет был на то, что мощности нашего производства покроют потребность в каустике на всей территории Сибири, включая дальневосточных потребителей. На данный момент у нас происходит выпуск 4-х миллионной тонны каустика. Но каустик, как мы с вами уже говорили, это является хлебом всей промышленности в стране. То есть нет той отрасли, где бы не применялся каустик. Это и металлургия, это и медицина, это и парфюмерия, это и пищевая промышленность, и много-много-много можно переселять. Везде применяется каустик. Поэтому производство работает на максимальных нагрузках, продукция востребована, продукция практически уходит с колес. Сегодня в списке потребителей саянского каустика не менее сотни наименований. Насколько ценен этот продукт для промышленности, говорит тот факт, что экономисты по объемам выработки каустика судят об уровне развития промышленного производства в стране. Потому как спектр его потребления весьма обширен. Металлургия, нефтепереработка, добыча нерудного золота, отбеливание целлюлоза, производство шампуни и мыла, шоколадах, хлебоболочных изделий и пива. Ну а на еще более понятном уровне мы встречаемся с каустиком ежедневно, применяя бытовую химию для обезжиривания поверхностей. Саянский каустик тем более для промышленности ценен, что он мембранный, значит самый чистый. Саянский импласт находится сегодня в первой пятерке среди отечественных производителей каустической соды. Руководство предприятия продолжает дальше рассматривать варианты по наращиванию мощности производства, по развитию производства. И соответственно вот в конце прошлого года мы включили в работу девятый электролизер, тем самым увеличивая мощность производства. Далее обсуждается перспектива, это установки дополнительных десятого электролизера. И так по наращиванию, по востребованию все это будет происходить на нашем производстве. Но сегодня, значит, можно было долго говорить о технологиях, можно долго говорить о результатах, но все это делается благодаря коллективу производства, благодаря тем людям, которые работают на производстве, благодаря их квалификации, самоотдаче, пониманию, где и зачем они трудятся, и, собственно говоря, ради чего здесь находятся. На хлоре и каустике, где спуском мембраны в 2006 году произошла своего рода технологическая революция, кадрового переворота не случилось. Закаленные ртутным электролизом специалисты с подъемом приняли новую технологию. Это главный энергетик производства жильцов Евгения Викторовича, который отработал здесь уже за 30 лет, знает это производство досконально. Это Тимохин Валерий Георгиевич, который тоже многие годы отдал этому производству, возглавляет службу главного метролога этого предприятия. Константинов Константин Александрович, главный механик нашего производства. Месяц Владимир Александрович, главный технолог нашего производства. Все по направлениям ведут специфику своих служб. Ну и, конечно же, персонал можно перешать очень долго. То есть не так давно мы в канун нашего профессионального праздника проводили собрание, на котором был генеральный директор. И традиционно вручали поздравления и почетные грамоты отличившимся, как говорится, лучшим из лучших. За плечами Евгения Жильцова 32 года службы на посту главного энергетика производства хлора и каустика. От того, что 8 лет назад поменялась технология, его работа легче не стала. Производство продолжает оставаться энергоемким. Оно потребляет столько же энергии, сколько и все объединение в целом. Энергетическое хозяйство стало сложнее. Да и жизнь стала сложнее, говорит Евгений Викторович. Своих двух сыновей Жильцов было дело отговаривал от выбора профессии энергетика. Но они не только отца не послушали, но и работают вместе с ним на хлоре и каустике. Какой вывод вы для себя сделали, главный, на этой работе? Ну не жалею я, что здесь отработают на производстве хлора и каустика. Сегодня вместе с ветеранами производства, стоявшими у истоков, отдавшими ему не один десяток лет жизни, работает молодежь. Правда, молодость – это только по паспортным данным. На самом деле люди, занимающие ключевые посты на хлоре, начальники установок, опытнейшие в своем деле специалисты, твердые руководители. Маленькое отступление. В свое время у нас в Отечестве была популярна китайская мудрость о том, что несчастен тот человек, которому судьба уготовила жизнь в эпоху перемен. Так вот те, кто работал на хлоре до эпохи перемен, и те, кто пришел в начале 2000-х, опровергают древних мыслителей. Алексей Панфилов пришел на хлор после окончания Ангарской технической академии. В 2001 году он стал начальником смены. Сегодня он начальник установки мембранного электролиза. Я считаю, что мне повезло. Повезло тем, что я работаю по той специальности, на которой учился. Значит, и попал в такое время. Такое интересное, легкое время. Время перемен. Ну и, скажем, я думаю, что в свое время мы неплохо отработали и имеем определенный результат. Юрий Задорин тоже из того призыва, начала 2000-х. Сегодня он заместитель главного метролога производства и один из тех, кто первым увидел оборудование для мембранного электролиза. Довелось. Почему? Как? Ну, потому что нужно было осуществлять входной контроль оборудования, которое приходило с Германии, с Японии, со Швейцарии, со всего мира шло. И вот мне довелось его принимать. У меня определились производства на базу оборудования. И мы принимали оборудование 9 месяцев. Оборудование все шло. Шло и отдавали в монтаж его. Уровень автоматизации на хлоре выше, чем на других производствах химпласта. Здесь установлена современнейшая система мониторинга процесса R2 канадского происхождения. Такой немногие иностранные производители хлора и каустика могут похвастать. Соответственно, опыта работы с ней тоже немногие накопили. Но у наших специалистов сейфакт не порождает неуверенности. Наоборот, стимулирует к расширению знаний. Они тем и отличаются, что спокойно берут на себя ответственность, исполняет свой долг, ничуть не героизируя свою работу в условиях высокого давления. Я привык к шуму сюда. У меня, скажем, та же самая ответственность. Ну, я не знаю, ко мне как-то привили, что даже уже работая в 21-м цехе, начальником смены, то есть там тоже много ответственности было. И люди, которые у нас на производстве работают, они достаточно ответственные люди. То есть очень много на каждом лежит ответственности. И, естественно, отвечают люди за свою работу. Вы свою работу, я как понимаю, любите? Очень. Почему? В чем ваш интерес состоит? Ну, можно сказать, тут как бы и личное, да, я не могу предать то предприятие, которое мне выучило. Поэтому, я думаю, буду трудиться на этом предприятии. Я горжусь, что на нем тружусь. Александр Томских – руководитель последнего звена в технологической цепочке получения каустика. Он начальник установки выпаривания едкого натра. Не химик, инженер-теплотехник. Под его началом и эксклюзивная для России установка пожигания водорода для получения пара. Он нужен для выпаривания 32-процентного каустика, который поступает из зала мембранного электролиза до товарной кондиции в 50%. Александр попробовал менять место работы. Быстро вернулся обратно. Стало скучно. Оказалось, что работа без высокого давления ответственности и сложности задач лишена интереса. А мозг, темпераменты, возможности требуют выхода, реализации. Сложности лишь держат в тонусе и в форме. В конце концов, интересно. Есть какой-то стимул помимо денег и всего остального. Какой стимул помимо денег? Интересно. Когда приходишь, я не знаю, скажем так, как Алексей Александрович сказал, что мы не знаем всего. И у нас, получается, бывают очень разные случаи. И нужно быть к этому готовым. У меня это в красотом не заключается. Насколько ты к этому готов, как ты среагируешь, что ты сможешь сделать. Хватит ли твоего опыта, знаний и просто на простой эрудиции. Четырехмиллионную тонну каустика, впрочем, как и весь четвертый миллион, Александр Томских считает своим. Моя установка, четырехмиллионная тонна каустика, это имеется в виду с электролизом. Но то, что, скажем так, большую часть переработки сконцентрировал я, для меня это очень важно. И это не специально подобранные высказывания. Это убеждения серьезных, грамотных и преданных делу людей, которые они умеют делать и делают хорошо. Но вот и отгрузка. Отгрузка всему делу венец. Пройдя сложный путь от добычи соли на руднике, очистки рассола, электролиза, выпарки, каустик оказывается в отделении заливов цистерны. Здесь все тоже не так просто. Каустик грузят только в чистые цистерны. Лаборатория анализирует остатки продукта в емкости. И если они не кондиционны, цистерна идет на очистительные процедуры. Порядка 18 цистерн ценного химического продукта отгружает потребителям отделение подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и готовой продукции. Возглавляет его почетный химик Александр Пивединин. Как ветеран и как, начальник, так сказать, финального этапа, чего вы хотите, о чем мечтаете, чего желаете? Ну, желаю, чтобы и дальше завод наш работал и процветал. Также мечтаю, чтобы и люди не уезжали никуда из Саянска, потому что у многих, конечно, есть настроение такое, что как дальше будет завод работать. Но я так думаю, что все будет хорошо. И желаю всем, всем, моим славам, что все будет хорошо и завод будет дальше работать. И будет и 5-миллионная, и 6-миллионная тонна гаустика. Я хочу поздравить свой коллектив с этой достойной задачей, с этим достойным результатом, который мы сегодня получаем. Пожелать, прежде всего, здоровья, конечно. В дальнейшем нам выполнять все эти задачи, которые перед нами стоят руководство предприятия. Работать на перспективу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА